Продолжение следует... И, в частности, охотно позиционируют Россию как православную наследницу Византии. Собственно, уже несколько веков. Путин тут ничего не выдумал. Была Византийская империя, духовную глубоко чуждую эту форму Западу, говорят они сейчас, и если ее приемница Россия, то же духовная и то же чуждая Запада. Зачем режим решил позиционировать себя наследником одного из самых коррумпированных и забюрократизированных государств в истории, государство, которое пережило беспримерную культурную деградацию, которое занималось вместо обороны территории истреблением собственных граждан в религиозных спорах, которое исчезло с лица земли, я не берусь судить. Но удивительнее другое. Дело в том, что Византийская империя никогда не существовала. Жители этого государства никогда не называли и не считали себя какими-то византийцами. Они называли свое государство Римской империей, империум Романум или Балезелея Тон Ромайон. Они называли себя ромеями, то есть римлянами. Их враги, то есть арабы и пирсы, тоже называли государство Рум, то есть Рим. Короли Лангабардов, Франков и Готов тоже называли это государство империум Романум. Романум и с точки зрения германских варваров, это государство было Римской империей, но по крайней мере до 800 года. После этого, как правило, они уничижительно именовали это государство империей греков, но словом Византия они не называли его никогда. Вот это само слово Византия, Византийская империя, Византийские исследования укрепилось в западной, прежде всего немецкой научной литературе в период где-то с 1850 по 1900 год. После Крымской войны, как мы увидим в конце этого эфира, в значительной степени в результате Крымской войны, основоположником, одним из основоположников слова употребления, был сильно озабоченный расовыми идеями, обожаемый впоследствии нацистами, немецкий историк и публицист, его звали Якоб Филипп Фольмерауэр. Главным коньком Фольмерауэра было обличение низшей расы славян, которое погубило греков и угрожало тогда и тефтонам. Вот каким образом уцелевшая часть Римской империи, которая еще в VII-VIII веке нашей эры всеми окрестными народами воспринималась как империум романум, Римская империя превратилась к концу XIX века в какую-то Византию. Это очень получительная история, в которой нет правых и виноватых, но очень много поистине удивительных ворот. И вот я сегодня постараюсь ее рассказать во время этого стрима. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И мы будем говорить про Византию, а точнее про Восточную Римскую империю, про то, почему она погибла и почему ее назвали Византией. И, пожалуйста, не забывайте во время этого стрима подписываться на наш канал, ширить и ставить лайки, потому что я напоминаю, что если вы подписываетесь прямо во время эфира, то YouTube особенно считает этот стрим удачным и ширит его и дальше. А мне кажется, это один из тех стримов, которые, в отличие от множества приходящих стримов, должны все-таки у нас остаться. Тем более, что, к сожалению или к счастью, я не знаю, народ чаще смотрит про политику, чем про историю. И еще одну вещь я замечу, что в современном мире склонность к аргументам «экс-история» – это типичный признак фашизма. История есть история, есть история. С нее можно извлекать уроки, строить закономерности, учиться на ошибках. Свою помощью нельзя ничего легитимизировать. Бессмысленно мотивировать свои текущие претензии тем, что в каком-нибудь XIII или в каком-нибудь IX веке что-то такое было. И вот Византия – несуществующая страна. История, которая много раз переписывалась в угоду текущим политическим требованиям, прекрасная тому иллюстрация. И я, собственно, начну с самого важного – с определения слов, которые очень часто в истории меняют свои понятия. Начну с того, что мы называем классическую Римскую империю, Римской империей, империум романум на латыни. И подразумевается при этом, что есть какие-то другие империи. Китайская империя, Японская империя, империя инков. В историографии есть даже термин «империя анжевинов», который относится к огромным земельным владениям английского короля Генриха II. Вот если посмотреть Российскую Википедию, там будет написано, что империя – это монархическое государство во главе с императором, или крупная держава, объединяющая различные народы. И даже дальше пишется, что самыми известными империями являлись Монголь, кроме римской. Монгольская, османская, российская и британская. А вот английский century dictionary определяет империю как целое из завоёванных, колонизованных или объединённых государств. Это совсем не так, как употреблялось это слово в античности, потому что в поздней античности империя была одна, римская, она же единственная. Империя – это было имя собственное. Вот запомните это, пожалуйста, потому что это то, с чего начинается наш разговор, и то, что будет красной нитью через весь этот разговор переходить. Более того, империум романам – это, строго говоря, не римская империя. Буквально перевод империум романам – это римская власть, римский империум. Потому что слово империум первоначально не означало на латыни, тип государственного устройства, оно означало определённый тип власти, отличный от акторитес или потестес. Это такой приказно-военный тип власти. Империум – это то, чем обладает военачальник или избранный крупный чиновник. Империум можно перевести как приказ повеления. Империум романам – это территория, на которую распространяются приказы риме. Отчего такое странное слово употребление, отчего таким странным словом назвали саму территорию, само государство? Из-за одного деликатного момента. Потому что, в отличие от многих протяжённых царств древности, получившихся в результате завоевания каким-то войском, которое действовало под предводительством военного вождя, римское государство произошло из самоуправляющегося города, где все должности были выбранными. И такое государственное устройство в Риме называлось республика, то есть буквально общее дело. И республиканская традиция была системообразующей для римского сознания. И основополагающая легенда нации гласила, что в Риме царей нет. Царь на латыни был «рекс», царство – «регнум», и царей в России в Риме не было. Окрестные народы были рабы, у них были цари, а вот в Риме была республика. И когда Марк Антоний предложил Юлию Цезарю царскую корону, то это вызвало такое народное негодование, что Цезарь корону поспешно отверг. Вот эти Цезарь был провозглашён не царём, а императором. А император был в этот момент древний республиканский титул, очень почётный, кстати, не имевший большого практического значения, потому что император был такой технический термин. Им солдаты провозглашали своего полководца после большой победы, но до официального триумфа. Это, собственно, было необходимо для того, чтобы иметь возможность подать заявку в Сенат на оный триумф. Таким образом, когда Рим стал тем, что мы сейчас называем империей, вся вот эта обветшала республиканская фразеология была сохранена. И Рим по-прежнему именовался республикой, и на латыни его правитель никогда не именовался Рекс. По правде говоря, он очень редко именовался и императором. Он именовался Августом или Принцепсом, а в позднейшие времена он именовался Доминусом, то есть Господином. Но даже во времена развитой империи мы легко можем прочесть у каких-то историков, которые пишут уже в 3-4 веке речь, в которой император воодушевляет свою войну с персами и произносит громкую речь о том, что он полководец республики, защищает со своими воинами страну от персов, которые как рабы подчиняются царю. Еще раз, своим появлением слова «империум романам» и император в качестве обозначения дилоничного властителя был обязан, если говорить без обиняков, пропаганде. Вот в свое время Советская Россия не желала называть своих военных начальников генералами и полковниками. Она обзавелась комбригами и ковдивами, и у нее вместо министерств были народные комиссариаты или наркоматы, и, как следствие, комбриги и наркомы существовали только в Советском Союзе. Ну, нельзя было сказать, американский комбриг или французский нарком. Вот у капиталистов были генералы и министры, а у великих строителей светлого будущего были комбриги и наркомы. И точно так же дело обстояло и в Риме. У рабских варварских народов были цари и царства, а у свободного римского народа, согласно официальной идеологии, царей никогда не было, у них были императоры и империя. При этом, напоминаю слово, империум по-прежнему, собственно говоря, обозначало власть все эти территории, на которые простирается власть римлян. А общественное устройство этих территорий по-прежнему называлось «Республика, общее дело». И вот, собственно, именно поэтому империум романом был, а вот римских императоров не было. Вплоть до императора Михаила I, который правил в 811-813 годах нашей эры, естественно, в Константинополе, ни один из римских императоров не называл себя римским императором. Он был просто император Цезарь Августус. Немножко по-другому обстояло дело у греков, потому что на греческом, напомню, говорила добрая половина империи, причём наиболее развитая и богатая часть. Все эти города, включая Сирию, Лики, Лидию, Малую Азию, Египет, ну, всё, что сейчас называется Ближний Восток, в своё время были частью эллинистических монархий. И они спокойно переводили слово Август как базилевс, то есть царь, и никто особо не парился. Ещё раз империум романом обозначало римскую империю и только римскую империю. Это было имя собственное, а само это словоупотребление было связано с юридической фикцией, согласно которому римское государство по-прежнему оставалось свободной республикой, в отличие от окружающих монархий и деспотий. В окружающих царствах все были рабы, а вот туда, где простирался империум романом, все были свободны. Происхождение империи из республики сказалось на устройстве позднего императорского Рима ещё и другим способом. В раннем Риме все должности идилов, претеров, квестеров были выборные. Более того, люди тратили деньги, чтобы на них избраться, и поэтому к своим огромным территориальным приобретениям Рим пришёл с минимальным государственным аппаратом. В Риме по сравнению с современным государством не было ничего. Ни секретных служб, ни полиции, ни следствия, ни даже института государственных обвинителей. Даже суд был частным делом. По уголовному преступлению человека судили, только если против него находился частный обвинитель. Я знаете, вот очень иногда смешно читать современные исторические романы, и в них, как правило, грозные римские прокураторы и наместники имеют в своём распоряжении какие-то легионы тайных агентов, начальников тайных служб, какие-то местные НКВД, местные ФБР. Но вот на самом деле единственным государственным инструментом, которым мог воспользоваться и которым пользовался, к примеру, известный прокуратор Иудея Понтия Пилат, была армия. А всё остальное было просто, но отдано на аутсорсинг местным властям. И, собственно, это и было причиной грандиозной культурной экспансии императорского Рима, потому что весь механизм управления империей был диригирован на нижний уровень, а, как правило, это были самоуправляющиеся города. В это время проконсул, наместник говоря по-простому, со своим административным аппаратом выполнял очень минимальные регуляторные функции, к сожалению, взятки часто брал, как мы знаем, а большинство завоёванных территорий самоуправлялись. И, собственно, именно желание выиграть на выборах и стать домверами, то есть теми, кто руководил данным городом, и привело к тому, что в гальских, в испанских городах знательно перебой строила храмы, театры, бани, публичные туалеты, библиотеки. Вот вся империя управлялась с помощью этого одноуровневого политического блокчейна на уровне городов, и к нему присоединялись новые и новые звенья. Всё это рухнуло во время кризиса III века нашей эры, когда началась череда военных вторжений, за ней последовала череда переворотов. Во время этих переворотов войска назначали императоров, и императорам для того, чтобы раздавать жалования войску и бороться с варварами и конкурентами, понадобились огромные деньги, которые существующая система не могла дать. Даже иногда бывали случаи, когда войска, которым не выплачивали жалований, они просто тупо назначали своего начальника, провозглашали императором, и понимали, что вот теперь-то он никуда не денется, теперь-то ему придётся это жалование выплатить. К тому же никакой абсолютный правитель местного самоуправления не любит, и вот эта система самоуправления начала понемногу укасать. А её участники – это были богатые люди, сословия декурионов, и теперь в случае избрания на должность они своим собственным имуществом должны были компенсировать недостаток налогов, будет такое случиться. То есть произошёл незаметно, вернее, очень заметно для участников совершенно страшный такой внутренний социальный переворот, если раньше провинциальные элиты строили бани и театры, чтобы их избрали на городскую должность, теперь они давали огромные взятки, чтобы избегнуть этой избирательной повинности. Но представляете, что бы случилось, допустим, в России, если бы каждый губернатор или каждый мэр своими собственными деньгами отвечал, если на данной территории случится недостаток налогов. И система управления стала костенеть, но при этом она не стала более упорядоченной. Это ещё была одна очень важная особенность поздней Римской империи, но это, собственно, и ранее, что до самого своего конца, в 1453 году, Римская империя, в отличие от Китая, не выработала правильного механизма назначения чиновников на должность. Качество управления одновременно падало, потому что когда-то республикой правили, прежде всего, сенаторы, образованные, богатые, их всё дальше оттирали от власти. Во главе империи раз за разом становились ставленники армии. Это были полководцы, которые происходили из самых медвежьих углов империи. Они презирали, с одной стороны, старую элиту, с другой стороны, часто не имели никакого образования. В управлении империи они поручали своим рабам и вольноотпущенникам, которые, опять же, никаких экзаменов не сдавали, опять же, никакого обучения не проходили. Старая элита империи ненавидела этих вольноотпущенников за невежество, за алчность. Те платили ей той же монетой. И вот в этом смысле очень показательное происхождение всем нам хорошо знакомого звания прокуратор. При республике провинции управляли проконсулы. Проконсул был бывший консул. То есть, напоминаю, что когда Римом руководили, еще в республиканское время, то избирали каждый год двух проконсулов. Они совместно управляли Рим, а затем получали провинцию в управлении. И вот со времени августа проконсулов во главе провинции все чаще сменяли префекты, то есть чиновники. Чем отличался префект от проконсула? Тем, что консулы-то продолжили существовать, фиктивная республика продолжала существование, каждый год избирались консулы нас. Каждый следующий год они становились проконсулами. Им можно было давать провинцию в управление. Но август предпочитал иногда назначать префектов, то есть это чиновники, которые лично назначены императором. Префект, буквально поставленный вперед, это любой начальник, префект Притория, префект Конницы, префект Аноны. А вот потом их постепенно начали сменять люди, которые назывались прокураторы. А прокуратор – это первично было звание раба или вольноотпущенника, который управлял хозяйством господина. И вот прокураторы, личные рабы императора, по мере того, как они начинали управлять территориями и провинциями вместо проконсулов, престиж этого звания становился все выше и, наконец, уже стал всаднической должностью, как в ситуации, когда прокуратором Иудея был назначен всадник Понтий Пилат. Империя, конечно, к этому времени была уже огромна. Только ее восточная граница от Устерейна до Персии тянулась на 4000 километров. И вся эта восточная граница, по сути дела, была горячей точкой. Она подвергалась набегам то алиманов, то готов, то сарматов, то персов. Я имею в виду, естественно, уже не времена Понтия Пилата, а 3-4 век нашей эры. А 4000 километров горячей границы и с современными войсками и связью контролировать сложно. Я вам напоминаю, что вот сейчас фронт в Украине это 1300 километров. Фронта большей протяженности российской армии, как известно, не выдержала. Была вынуждена убраться из-под Киева. А теперь, представляете, 4000 километров в условиях античности. Такой размер границы просто гарантировал империи постоянные вторжения и смуты. А во всех-то местах император присутствовать не мог. А когда он посылал на границу полководца, он, соответственно, стоял перед делим. Либо он придаст ему недостаточный войск, и тогда римские войска будут разбиты и рискуют быть разбиты в армию. Либо, если император даст полководцу много войск, тогда полководец с какой-то вероятностью объявит себя императором и начнет претендовать на место начальника. Вот эта дилемма очень хорошо была обыграна Айзеком Айзимовым «Foundation and Empire». И вот в 286 году император, которого звали Диоклетиан, который был в значительной степени восстановителем Римской империи после хаоса смуты Третьего века, он пошел на очень смелый шаг. Он не дождался, не стал дожидаться очередного бунта, и он поставил во главе империи второго соправителя своего товарища Максимиан. А с одной стороны, это было вполне в римских традициях, потому что, напоминаю, что городом Римом управляли два консула, и подведомственными римлянами городами тоже управляли Дом Виры, то есть два избранных правителя. Но, в общем-то, для абсолютного правителя это беспрецедентный шаг, потому что диктаторы обычно стараются замыкать всю власть на себя, они не любят ей делиться. И вот этот шаг Диоклетиана как раз был вызван этой невероятной длиной горячей границы и тотальным несовершенством аппарата управления. Немного спустя Диоклетиан решил, что двоих правителей мало, он их количество удвоил, и с 293 года нашей эры империи правили уже четверо. Диоклетиан и Максимиан, они назывались Августами, а их наследники Галерия и Констанция назывались Цезарями. Это была так называемая знаменитая Тетрархия. И 1 мая 305 года Диоклетиан и Максимиан официально сложили с себя императорские полномочия, а Галерия и Констанция стали Старшими Августами, у них появились новые официальные преемники, правители приблизительно четверти империи, одного звали Валерий Север, другого звали Максимин Даза или Дайя, его по имени, разного имя его пишут. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Вот все шестеро правителей, о которых я говорила, происходили с самых военных низов, большая их часть вообще не родилась в Италии. Диоклетиан был фракицин, Галерия происходила с Полудикой Дакией, Максимиан из Иллирика, Констанция из Мезии и так далее. Кроме того, все эти люди отбирались по способностям, их не выбирали, с одной стороны, но они и не наследовали отцовскую власть. Они не были родственниками друг к другу, хотя они очень часто для того, чтобы подкрепить военные союзы, заключали какие-то браки. Но вот строго говоря, там не было преемственности отец-сын, Максимиан имел живого сына Максенция, но он вынужден был назначить своим преемником Констанция. А Констанция у него тоже был живой сын Константин, тот самый будущий император Константин, но официальным преемником Констанция был Валерий Север. Единственное исключение был Галерий, но тоже он назначил в преемнике не сына, он племянника назначил, Максимина Дазу, как я уже сказала. Кстати, как показали события, Даза был совершенно блистательной полководицей, один из последних защитников римского величия. Кроме того, надо сказать, что в этот момент, когда всё это происходило, когда была тетрархия, Рим больше и давно уже, собственно, не был столицей империи. Столицей Диоклетиана был город Некомедия на территории современной Турции, столицей Максимиана Милан, столицей Галерия Сирмии или Сремско-Митровица на Дунае, сейчас в Сербии, столицей Констанция, город Трир на Мозеле, притоке Рейна. И вот если вы посмотрите на карту этих статистов, столиц, то за исключением находившегося в резерве Милана, вы увидите, что как раз все они были расположены вокруг этой горячей границы, вокруг восточного фронтира Римской империи, по Рейну-Дунаю и дальше к Месопотамии. То есть всё это были те места, через которые лезли на севере германцы, а на юге персы. Император, он требовался прежде всего на фронте, он был военный руководитель, управлять фронтом в 4000 километров в одиночку было нельзя, город Рим находился глубоко в тылу, соответственно, к этому моменту не был столицей Римской империи. Это ещё очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, что уже к началу IV века нашей эры Римская империя никак не была ассоциирована с городом Римом. По двум причинам. Одну я уже называла. Во-первых, Рим располагался в центре Римской империи, а не на фронтире. Из Рима было невозможно управлять армиями, которые сражались на Ефрате против персов, на Дунае против Готов, а на Рейне против алеманов. Но и кроме того, Рим был город со слишком большими республиканскими традициями. Вот там как раз жили те самые сенаторы, которые до сих пор питались республиканскими идеалами. Там толпа привыкла просить хлеба и зрелищ. А новые императоры были солдатами, как правило, это были уроженцы Балкан. Вот им было увереннее в своих военных столицах, на фронтире, там их окружали верные им когорты, выльно отпущенники, рабы. Это был город, как правило, их новая столица, где половина населения так или иначе делала бизнес на армии, и как следствие была данному императору обязана всем. Тем не менее, они продолжали называть всё это империум романом Римской империи. Боль того, они продолжали, как я уже сказала, называть это Римской республикой. И понятно, что конструкция тетрархии была не очень устойчива, потому что Диоклетян, конечно, это фантастическое исключение, а человек, который всего добился сам, добился вершины власти и добровольно от неё ударился, свой роскошный дворец, который он себе построил. А не все правители, способные на это, человеку свойственно стремиться к абсолютной власти и свойственно стремление передать власть своим детям. Вот и первое, и второе мы сейчас хорошо видим во многих диктатурах Третьего мира. И как легко понять конструкция, при которой империи правят четыре талантливых полководца, в распоряжении которых находятся огромные и преданные им армии, а армии нельзя уменьшить, они нужны действительно против реальных врагов. Тогда не с нацистами сражались, и не с НАТО тогда сражались, с самыми настоящими варварами, которые лезли, как очубелые. Соответственно, не очень устойчива такая конструкция. И первое восстание случилось в 306 году. Его поднял хорошо нам знакомый в истории персонаж. Звали его Константин. Он был незаконно рожденный сын, как раз скончавшегося только что Августа Констанция. После смерти отца, вместо того, чтобы уступить власть над Британией и Галией, вышеупомянутому Валерию Северу, помните, мы называли такого преемника, он сказал, не, нифига, я император сам. А я когда-нибудь отдельно расскажу историю императора Константина, а сейчас просто скажу, что после 20 лет кровавой гражданской войны он её выиграл и стал единоличным императором. И в отличие от Диоклетиана, Константин не делился властью ни с кем, не хотел это делать, и хотел передать её сыновьям. И перед ним неизбежно встал вопрос выбора столицы, и по всем военным, политическим и социальным причинам, как я уже говорила, это не мог быть Рим. Это должна была быть такая столица, которая находилась бы максимально близко к возможным театрам военных действий, была бы абсолютно неприступна, и поскольку Константин собирался править империей единолично, желательно бы находилась где-то посередине восточного фронтира. Было ещё одно важное требование. Дело в том, что Римская империя была империя, которая снабжалась только и практически исключительно по воде. Тогда устройство экономики было такое, что было легче перевести на любое расстояние на судах любую партию груза, нежели перевозить её на валах. В частности, можно, например, сказать, что настолько хорошо было развито судоходство в Риме, что, скажем, из провинции Африка, нынешняя Ливия, возили в Рим оливки, которые конкурировали в Риме с собственными оливками. Как вы понимаете, в Риме было достаточно много оливок. А вот обратно в Африку везли кирпичи, правда, их везли в качестве балласта, но, тем не менее, это было в падне конкурентноспособно на рынке. Хотя, надо сказать, перевозки субсидировались. То есть, Средиземное море для Римской империи, это было такое тысячеполосное шоссе, по которому доставлялись грузы во всех направлениях, оно называлось Марин-Остром, наше море. Объём грузовых перевозок, который был свойственен, и пассажирских перевозок, который был свойственен Римской империи по Средиземному морю, потом был достигнут нашей цивилизации уже только в середине XIX века. Соответственно, почему граница Римской империи проходила по Рейну и по Дунаю, тоже потому, что это были водные перевозки, и, соответственно, уж если вы хотите из где-то единолично править страной, то это должно было быть место, которое, с одной стороны, близко к военному фронтиру, а с другой стороны, явно точно расположено где-то около, где легко дойти до Средиземного моря. И понатно, к чему я веду, потому что такая столица действительно нашлась. Еще во время своей кампании против Максимина Дазы Константин отметил необыкновенно удачное положение греческого города Византии. Он находился на кончике Фракии возле узкого пролива, который отделял Европу от Азии. Дополнительный бонус, потому что обе части принадлежали Риму. Константин объявил этот город столетий, перестроил и назвал Константинополь городом Константин. Положение действительно было выбрано необычайно удачное. На протяжении последующей тысячи положено на перекрестие военных и торговых путей. Взяли его только дважды в 1204 и 1453 году. Кроме этого, Константин совершил еще одну важную революцию, подлинных последствий которой он вряд ли воображал. Дело в том, что на протяжении всей гражданской войны Константин, а также ряд его соперников, например, Максенцы и Лициньи, пытались вручиться поддержкой одной из самых влиятельных и деструктивных сект, существа ваших на территории империи. На тот момент я имею в виду христиан. Точнее, среди многих разновидностей этой секты Константин поддерживал только одну ее разновидность, которая впоследствии получила название кафолической, то есть всеобщей, ортодоксальной, правильно верующей, правоверной, православной церкви. Я напоминаю, что тогда слова кафолические, ортодоксальные не были антониуми, они относились к одной и той же церкви, в противоположность всяким гностикам, антонистам, манифеям и прочим. Именно из-за влиятельности и тотальной нетерпимости культуре империи и террористических наклонностей, иногда христиане скверняли алтари, дважды они поджигали императорский дворец. Эту секту, собственно, и преследовал Диоклетиан, хотя надо сказать, что дворец Диоклетиана подожгли уже после того, как он начал издавать эдикты против этой секты. А как я уже сказала, во время гражданской войны это привело к тому, что целый ряд претендентов на престол заискивал перед христианами. Для вас, может быть, это звучит удивительно, потому что вы считали во всяких ортодоксальных источниках, что именно Константин поддерживал христианство, что он уверовал в Иисуса Христа, что даже тот ему явился. Но на самом деле тут немножко другая была последовательность. Вот Константин победил в войне, и его христианская церковь объявила своим единственным заступником. Она совершенно удивительно переписала историю. Например, она Миланский эдикт, который возвращал церкви конфискованное его имущество, и который был издан в июне 313 года императором, которого звали Лициний. Более того, в этот момент Лициний был верховным на тот момент император. Вот христианские историки объявили, что он издан был Константином. А Лициния, они ещё при жизни Константина объявили исчадием ада и гонителем христиан. Вообще, христианство было религией с непредсказуемым прошлым, и это нам напоминает некоторые другие общественные режимы. Я напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и мы сегодня разговариваем не о насущных делах, а о Римской империи. И о том, как она стала называться Византией. И я прошу вас не забываться подписываться на этот канал, шерить и ставить лайки. Нас смотрит не так много людей по сравнению с, если бы я говорила об атомном оружии, но поверьте, это вещи гораздо более фундаментальные. Итак, Константин и христиане. Ища среди христиан-союзников, Константин сделал одну очень страшную вещь. А вот я вам только что говорила, что в Римской империи отсутствовала развитая бюрократия, и в ранний период, в их так называемую эпоху принципата, империя отдавала всё городское самоуправление на аутсорсинг, а в поздний период, в эпоху домината, эта система рухнула, и богатые люди платили большие деньги, чтобы выписаться из сословия, из числа которого избирались городские правители. И вот Константин подарил христианам самоуправление. Он сказал, что те люди, которые являются христианами, они могут судиться у своего начальствующего над ними епископа. А епископ это было вообще очень специфическое слово, которое формально было греческое слово, но на самом деле оно было христианским новоязом, оно означало человека, начальствующего над христианской общиной, и даже было много текстов внутри этой христианской общины, что епископа надо почитать как бога, и ни в коем случае нельзя проверять, если он взял какие-то деньги и куда-то употребил это святотатство. Более того, Константин разрешил этим замечательным людям, епископам, выписываться из сословия декурионов, то есть тех людей, которые были вынуждены избираться на городские должности, отвечать за это своим имуществом. То есть они больше не должны были платить из своего имущества огромные неподъемные налоговые недоимки. Более того, во многих городах империи в это время неимущим раздавали зерно, и Константин поставил раздавать это зерно епископов. То есть если раньше при марке Аврелии управление городами было отдано на аутсорсинг самим городом, то при Константине это управление отдали христианской тоталитарной структуре. Ну понятно, к чему это привело. Богатые люди, жаждавшие власти, ломанулись епископы. Сами епископы стали совершенно неподконтрольной императорской власти, как Кадыры в Чечне. Уже при Константине некоторые из них, например, Афанасий, папа Александрийский, они стали такой параллельной властью в своих регионах. Они устраивали религиозный террор против своих конкурентов. Они громили конкурирующие христианские общины. Они избивали, подвергали пытки противникам. Они содержали за счет раздачи этого императорского зерна отряда боевиков. Они коррумпировали местных чиновников. Они откровенно игнорировали повестки на суд, которые слал Константин тому же саму Афанасию. И к V веку н.э. этот распад империи на города, которые управлялись епископами, он приобрел необратимый характер. И во многих из этих городов, например, в Эдессе при епископе Робулево, царился религиозный террор. Даже бывали такие случаи, когда те самые войска империи, которых на этот момент не хватало на фронте, против вароков, они использовались для того, чтобы уничтожать целые деревни монтанистов или маркианитов. Или были другие разновидности христианства, которые веровали Христа не так, как нужно было ортодоксальной церкви. И, конечно, это безумное двоевластье, оно подточило основание империи куда больше, чем германские нашествия. Собственно, оно было одной из главных причин успеха этих германских нашествий. И вот вы можете предположить, что обломками империи после германских нашествий управляли кто? Ну, конечно, германцы, завоеватели. Но вот если вы посмотрите внимательно, то, как правило, можно будет сказать и другое. Вы увидите, что обломками империи даже на Западе во время германских нашествий управляли епископы, потому что большей частью городов управляли именно они. Ну, естественно, в той мере, в какой эти города вообще оставались существовать. Был ли сам Константин и стал верующим фанатиком? Еще раз повторяю, это не о Константине, это о Византии. Если хотите о Константине, как-нибудь прочтем отдельную подробную лекцию. Ну, по крайней мере, в начале своего правления вряд ли. Скорее он пытался обменить империю в рамках поклонения единому божеству. По крайней мере, сначала это божество называлось Sol Invictus непобедимое солнце. И, по крайней мере, до 325 года его монеты чеканятся с изображением именно Sol Invictus и Митрия, а вовсе не Христа. И вот очень интересная есть история. В 336 году епископ Кесарий, знаменитый Евсевик Кесарийский, автор церковной истории, он читал перед лицом дряхлого императора торжественную речь по случаю 30-летия его царствования. И знаете, что удивительно в этой речи, что в ней постоянно говорится, что Бог, Бог, Бог вручил тебе божественный Кесарь, значит, власть над миром, но в ней ни разу не употребляется слово Христос. То есть какой-то единый Бог, но при чём тут Христос, даже христианский епископ не говорит. И даже главный храм, который выстроил Константин в Константинополе, был посвящён, как известно, вовсе не Иисусу Христу, даже не его батюшке, даже не его матушке, он был посвящён некой высшей мудрости, святой Софии, женскому аспекту Верховного Божества, которое в дальнейшем большого значения в церкви не приобрело, будучи вытеснена в ходе эволюции, всегда единственная, но при этом постоянно колеблющаяся с линией партии церковной идеологии Девой Марии. Но, конечно, ущерб, который удачливый, талантливый и безумно жестокий кесарь Константин нанёс империи кооптации церкви, был невосполнен. Константин думал, что он превратит ортодоксальную церковь в инструмент управления империей, на самом деле церковь пожрала империю, цивилизацию и самую античность и воцарилась на её руинах. После смерти Константина империя опять стала многоглавой, её поделили трое его сыновей, которые в скорости сцепились между собой, число императоров то сокращалось, то росло и к 375 году принцип административного деления империи как минимум на две части опять окончательно, казалось, возобладал. В это время западной частью империи правил способный жестокий император, его звали Валентинян, а управление восточной части своей империи, ну, как не поразить родному человечку? Кому можно доверять больше, чем родному брату? Валентинян назначил своего брата, Валента, мягкого, нерешительного человека, управлять Константинополем, и столица Валентиняна находилась сначала в Трире, в Германии, на реке Мозель, это приток Рейна, потом он переехал в Сирмию, в Сирмии, с Ремску-Митровицу, а столица Валента, как я уже сказала, была в Константинополе. И 17 ноября 375 года Валентинян повздорил с послами германского народа, он назывался Квады, он только что разгромил этих людей, и разгромленные германцы прислали послов, они униженно просили о перемирии, император стал на них кричать, побагровел, стал сизом, его хватил удар, умер он сразу после этой аудиенции. После этого германцы сообразили, что империя осталась без настоящего начальника, и перешли Дуна, это сделали не Квады, это сделали другие германцы, а именно Готы. А вообще-то, как войца, Готы вовсе не собирались завоевывать империю, они пылали желанием ей верно служить, они так и говорили, ой, пожалуйста, позвольте нам поселиться на ваших землях, и мы будем вам верно служить. Ну, вряд ли это смиренная просьба ракетиров сильно обрадовала императора Валента, но он был склонен ее удовлетворить, он даже послал Готэм гуманитарную помощь, потому что они были босые ноги, их теснили гонны, но чиновники, которые привезли эту гуманитарную помощь, они решили пустить ее налево, они начали продавать вместо того, чтобы раздавать, но Готы сначала продавали за еду, потом женщины и дети или кончились, вот и восстали. Император Валент погиб в битве с ними на поле боя при Адрианополе, это страшная дата, это дата одна из переломных для Римской империи, а его наследник, его звали Грациан, ему было 16 лет, это был сын Валентиняна, он единственное, не мог справиться, конечно, со всей империей в 16 лет, и он назначил императором Востока опального отцовского полководца по имени Феодосий. Вот обратим внимание, что во всех тех назначениях терткий принцип прослеживается, империя едина. Деление на запад и восток имеет исключительно административный, а не сущностный характер. Оно произведено за тем, чтобы легче было руководить и воевать, и Грациан, который в этот момент воевал с Алиманами на Рейне, он не мог одновременно воевать с Готами на Дунае, соответственно, он отправил туда человека, который, как он считал, справится с задачей. И ситуация в этот момент, напоминает 376-77 год, для империи неприятная, но не критическая. Варвары, Алиманы, Франки и Готы, они постоянно переходили, и до этого Дуна и Лирейна, это было в сущности любимое времяпропровождение шайк, состоящих из молодых германских войнов, таким образом, они зарабатывали себе достаточные деньги для того, чтобы потом взять хорошую жену, прославиться, сколотить хорошую дружину. Соответственно, императоры всегда рано или поздно их разбивали, оставшихся в живых, они брали в свои войска. Собственно, это был механизм пополнения римской армии. Вот Готов, которые перешли Дунами и которые отдержали победу при Адрианополе, было очень немного, их было не больше 15, а может быть больше, не около 10 тысяч. Ну, конечно, надо прибавить, что к ним присоединились их соплеменники, рабы и некоторые варварские гарнизоны, но все равно их число формально не могло сравниться даже близко с регулярной римской армией, которая к тому времени на Папирусе насчитывала около 600 тысяч человек. Ну, конечно, да, гибель императора в битве с варварами, это изряды вон выходящее событие, но в конце концов, оно уже тоже было вот в 251 году те же годы убили в битве императора Тетция, империя выжила. А вот в 376-77 году стратегическая ситуация была куда более благоприятнее, чем в 251 году, структуры иерархии власти не рухнули, в империи оставался еще один император, он успешно бил германцев на Рейне, готы были заперты во Фраке, они опустошили ее, как саранча, их положение было совершенно стратегически безнадежным, но так следовало разбить их остатки, внушить им страх божий, взять свои войска, это было известно уже десятилетие, вполне решаемая задача. Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте подписываться на наш канал. Как вы видите, это долгая лекция, я решила прочесть ее просто за столько, сколько понадобится, может быть, потом мы вырежем из нее какие-то кусочки, чтобы не разбивать, лучше историю изложить сразу. И полководец Феодосий с задачей не справился. Деньги, выделенные на армию, он проел в Фессалониках, от готов он потерпел ряд чувствительных поражений, после чего замирился с ними и принял их на их условиях в собственную армию. Если вас пугают те фейки, которые вы слышите во время этой войны, то вот представляете, что слышали жители Константинополя, когда в город въехала готская делегация, совершенно непобежденная, замиряться, то есть поступать фактически на службу Феодосию, а в это время Льстицы и Феодосия изо всех местных Russia Today рассказывали, это было Константинополь Today, рассказывали, что вот император одержал полную победу над готами, они к нам приползли на коленях, и он принял, конечно, их в свою армию на их, а не на своих условиях. У него большие были планы, были бы использовать их в варварских, но очень боеспособных войск. Если вы думаете, что он использовал этих варваров на войну, с которыми его послали против императора Грациана, который его послал, то вы недооцениваете то, в чем Феодосий был действительно большой док. Он был фантастический мастер интриг. Вот насколько плохо он воевал, настолько хорошо он интриговал и плюл заговоры. Он подбил одного из своих родственников на, видимо, родственников на мятеж против Грациана, и когда тут убил Грациана, то Феодосий сказал, ну ты узурпатор, я с тобой мириться не буду, пошел на него войну, и, соответственно, вот этот родственник, его звали Магнус Максим, он командовал войсками в Британии, и когда Магнус Максим Грациана убил, то Феодосий объявил Магнуса Максима узурпатором и в конце концов победил. То есть, получилось, что человек, который провалил главную задачу, для которой его назначили, задачу обороны против варваров, стал единоличным главой империи. Зато, в то самое время, когда Феодосий предал в Фессалониках деньги, выделенные на войну против Готов, это был 381 год, он издал эдикт. Это был фессалоникийский эдикт, и он делал всеобщей, обязательной религии империи, именно христианство. Это не все христианство, и даже не всю ту самую кафолическую ортодоксальную церковь. А просто к этому времени уже эта победоносная церковь распалась на целую, большое количество сект, которые все воевали друг с другом и были не согласны друг с другом в символах веры. И вот очень воинственный, находящийся в меньшинстве и готовый преследовать всех, кто отличается в своих верованиях, хоть на йоту, бренд этой церкви, он признал единственной легитимной религией. И вот насколько был странный этот бренд, и насколько он был догматичный и нетерпимый, я вам приведу только один пример, тоже можно как-нибудь сделать против этого отдельный стрим. Достаточно сказать, что этот бренд полагал, что Бог-отец, Бог-сыт и Бог-святой дух являются разными ипостасями друг друга. Одна сущность, но разные ипостасями. Так же, как сейчас верит и католическая ортодоксальная церковь. Но при этом этот бренд утверждал, что это то, что было сказано Никейским собором. И удивительное заключается в том, что если вы просто посмотрите символ веры, принятой на Никейском соборе в 321 году, увидите, что там сказано ровно противоположное. В нем сказано, что каждый, кто утверждает, что Бог-отец и Бог-сын являются разными ипостасями друг друга, подлежат анафи. И вот в это с тех пор предлагалось верить. Куда там Орвелл? Для империи наступили черные времена. Феодосий был действительно фанатик, коррупционер, но фанатик, недееспособный, но фанатик. Это в истории часто бывает. Алтарь Победы в Римском Сенате был демонтирован. У Феодосия был любимый префект Матерновский Негий. Он специализировался на том, нет, он не воевал с варварами, но зато он со своими тетушками языческие храмы громил по всему востоку, от Сирии до Пальмиры. Вот мой любимый пример. Когда игиловцы разгромили Пальмиру и разгромили тамошние храмы, то они были уже, собственно, все в руинах, а вот в состоянии руин их как раз привел Матерновский Негий, и себя он при этом не забывал, потому что, конечно, все, что эти люди тащили из храмов, часть они отдавали в императорскую казну, что сильно способствовало пополнению, а часть делили между собой. Тем временем, естественно, варвары, которые были неусмирены, но приняты в войска, они чувствовали себя уже хозяевами империи, и совершенно фантастическая история случилась в любимых императором фессалоников. Они не потеряли с местным колесничим какого-то красивого мальчика и вырезали 5000 человек, которые против них начали залупаться. Горожане были недовольны, год и вырезали 5000 горожан фессалоников. Феодосиль настолько перепугался после этой резни, что даже не осмелился пожурить своих кадыровцев, заявил, что она произошла с его одобрением. Год и после этого снова подняли восстание, одним из его вождей был молодой год по имени Аларих, и снова Феодосий с ним и замерялся, выплатил надбавку. Соответственно, империя стремительно сползала в омут автократии, потому что еще недавно было немыслимо назначать императоров по родственному принципу, при Диоклетиане, напомню, не назначали. Но еще недавно, хотя эти назначения и совершались, но все-таки эти назначенные императоры, даже если они были сыновья и братья, они были полководцами, администраторами, вот тот самый 16-летний грациан, он с 8 лет ходил в походы с отцом. Но Феодосию и на это было плевать, он снял вот эту вот, перешел последнюю красную черту, которая отделяла структуру управления империей от тотальной грозящей некомпетентности, и вот эту империю, которая содрогала сюжет ударов, трещала по всем швам, он, умирая, разделил между двумя своими сыновьями малолетним слабоумным Канорием и малолетним слабоумным Аркадьем. Но как только Феодосию умер, естественно, что произошло, год и снова восстали под руководством уже известного нам Алариха. Аларих опустошил Ипир и потребовал для себя титул магистр милитум, то есть начальника войск именно в Ипире. Магистр милитум мог быть и во всей империи, но мог быть в какой-то ее части, и вот Аларих потребовал титул начальника над той самой провинцией, которую он уничтожил, которую он опустошил, которую он разграбил, в которой его воины, но делая все то, что происходит в Мариуполе или в Буче. И, соответственно, такой вот верховный начальник Пучи, он этот титул получил. В конце концов, значит, потом, поскольку Эпир был опустошен, он перешел на другие земли, тоже начал их грабить, тоже начал в причинном себе требовать титул начальника над этими землями, землями, и в конце концов, требуя титула магистр милитум, то есть главного полководца и главного защитника империи, всей империи, уже от западного императора этот предводитель германских ракетиров осадил Рим. Самого Гонория в Риме, Гонорий тогда руководил западной римской империей, естественно, уже не было. Вот этот император гигантской, вечной, несокрушимой римской империи, он сначала имел резиденцию в Милане, а в 402 году от греха подальше он переехал в крошечное городишко Равенну. Главным достоинством Равенны было то, что она сидела на скале среди непроходимых совершенно неприступно. И с такой укрепленной столицей Гонорий в армии не нуждался, армию к этому времени всю раскрали и съели. Единственная армия, которая у него была, она принадлежала его министру, могучному вандалу Стелехону. Вандалы тоже были германцы, соответственно, состояла она из других германцев, не обязательно вандалов. В какой-то момент Гонорию очень не понравился Стелехон. Гонорий Стелехона казнил, остатки армии лично верной Стелехону конечно перебежали к Алариху. Армии у Гонория не было вести переговоры с Аларихом, шокированной наглостью варвара, слабоумный император отказался, то есть это было как Троцкий, ни мира, ни войны, а армию распустить. Но когда Аларих услышал, что с ним не хотят вести переговоры, он разграбил Рим, а когда Гонорию доложили, что Рим пал, император был совершенно шокирован, потому что Рим звали его любимого петуха. Как так, скричал император, ведь я только сегодня утром его кормил. Получив ответ, что речь идет не о петухе, а о городе, император Гонорий успокоился. Правление Гонория, как замечает церковный историк Сазамен, было явно благоугодно Богу, ибо в это время Бог открыл святые мощи многих мужей, прославившихся в древности своим благочестием. После этого судьба Италии и всей западной части империи была предрешена, варвары хлынули в нее со всех сторон как волны через пробоину. Нельзя сказать, чтобы они пытались ее завоевать, отнюдь, как и Алариха, они только и мечтали о том, чтобы верно ей служить и получить титулы проконсулов и магистер-милитум в тех самых провинциях, которые они разгромили. Наследника Алариха разгромили, как сорвавшаяся с привязи бочка всю Италию, получили на прокорм часть Галии, разгромили ее, в конце концов осели в Испании, им там был выдан искомый патент на поселение императором Констанцием III. Вандалы прошли через Испанию, завоевали Африку, которая снабжала медленно вымиравший Рим зерном, это было совершенно катастрофическое с точки зрения логистики завоевания, потому что без Африки Рим просто не мог себя прокормить. Бургундцы поселились на Рейне, потом в Галии, алиманы в Эльзасии и Швейцарии, гунны опустошали все на своем пути и там, где они прошли на месте цветущих городов со стенами, банями, храмами и подромами, сейчас археологи находят слой пепла в сантиметр толщиной. Войска империи, все 600 тысяч войск во именоводах, а в соответствующих документах существовали, как выяснилось, большей частью на папирусе. Их начальники завышали их число, чтобы получать провиант и продавать его налево, их офицеры покупали должности и выжимали деньги из солдат, чтобы оправдать покупку и накопить деньги на следующую итерацию. И вся эта армия не могла, разумеется, противостоять варварским германским дружинам, короли которых делали деньги не на воровстве, а на войне и раздавали своим дружинникам все золото, которое они награбили, чтобы иметь в них надежных стражей награбленного имущества и верное средство приобретения нового. Римляне на войне воровали, а варвары зарабатывали. И, соответственно, единственные войска, которые хорошо воевали против римлян, были сами же варвары. Это были начальники императорской стражи, магистры милитума, арбагасты и стелехоны, аспары и ордавури. Они стали настоящей силой при Равенском и при Константинопольском дворе тоже. Они захватили Италию не тем, что они за ее завоевали, а тем, что они служили в ее войсках, а других войск у Рима попросту не осталось. Захватили они, кстати, Константинополь, потому что в этот момент власть в нем принадлежала не благочестивым и никчемным императорам, а могущественным готским сегонам из рода аспаров, сначала отцу, потом сыну. Аспар и ордавури, соответственно, отец и сын. Они меняли императоров, высматривая себе, кого поглупее, женя их на дочках. Все варвары, собственно, занимались этим. И вот в какой-то момент в Равене один из них по имени Адакр, вместо того, чтобы поменять с одного императора на другого, просто отослал императорские инсигнии марионетки своего предшествия в Константинополе. Вот это еще одна очень важная вещь, которую я хочу отметить, потому что в любой Википедии вы прочтете, что западная римская империя кончилась в 476 году, когда Адакр, вождь германцев, сместил последнего римского императора и отослал инсигнии в Константинополь. Вот еще раз две вещи. Первый, Адакр был незавоеватель, это был такой местный Кадыров, а император, которого он сместил, его звали Ромул Августу, и он приходился с сыном другому военачальнику Аресту, судя по всему, Арест тоже был германцем по происхождению, и самое прекрасное, он был в свое время секретарем вождя гуннов Атилы. То есть был Адакр, король Герулов, Ругов и Скиров, глава германских федерати, то есть начальник единственных боеспособных войск, имевшихся на территории Италии, и он вот этого бывшего нотария Атилы убил, а земли Италии раздал своим подчиненным, как я уже сказала, это произошло в 476 году, и задним числом сейчас этот год считается годом падения Римской империи, наступления Средневековья. И ничего подобного в этот момент, конечно, не произошло, о том, что Римская империя пала, никто не подозревал, меньше всего сам Адакр, потому что Империум Роману, напоминаю, была единой и делимой, традиция совместного правления восходила к самым истокам Рима, Римом всегда правили два консула, это не означало, что один консул правит левой половинкой Рима другой правой, в провинциальных городах городом правили два Дум-Вира, это не означало, что один Дум-Вир правит одной половинкой Эфиоса, другой другой, и наличие или отсутствие вравения, вжалкой равене жалкого много раз что императоры запада назначали императоров востока и наоборот решение адахра означало только то что отныне империум роману управляется из константинополя и действительно адахр как и все другие германские короли его сорта был немедленно пожалован императором зеноном званием патриции и тем самым заветным титулом магистр милитум отныне он управлял италии а как полномочный представитель императора очень характерно что адахр не присвоил инсиграции знаки власти последнего римского императора себе он не возложил венец я на голову он не провозгласил себя императором со у решения адахра получить патент на власть не у марионеточного императора далекого был кстати еще один тактический резон уж если так вдаваться в подробностях вот это тот самый арест секретарь атилы прежде чем назначить императором своего сына он не изложил предыдущего императора и тот был как раз дальним родственником константинопольского императора зенона звали его не пут он сумел спастись бегством он сидел в далмации время от времени он хныкал своих письмах константинополь звал к родственным чувствам формально именно он был императором запада и им адакр не просто отослал инсигне зенону опразнал формально на правах власть непота с далмации так он непота и не вернул соответственно как нельзя это положение устраивала нового патрица здесь очень важный момент почему не адакра в ровенье не тот же аспар и ордовуре в константинополе не провозглашали себя императорами сами почему они женили своих дочерей на императоров но не присваивали себе венец один из величайших историков рима теодор момзен дает очень интересный нетривиальный ответ на этот вопрос дело в том что в этот момент завоеванных варваром землях параллельно существовали две юридические системы германцы управлялись по своим законам римляне по своим адакр правил дружиной как рекс то есть как король военный предводитель и когда адакр провозгласил себя рекс италия это не значит что он правил италии это значило что он правит германскими дружинами находящимися в италии то есть людьми они территории римский император не мог быть германским королем адакр правил ругами эскирами как рекс а гражданским завоеванным населением он правил как римский патрицию полномоченный римского императора настоящая военная власть была для адакра важнее чем гражданской поэтому адакр просто решил что далекий император удобнее чем марионеточный и отослал инсидний вот я еще раз процитирую знаменитого джеймса брайса не было никакой легальной отмены западной империи формально и даже как верилось некоторым теперь положение дел вернулась к тому которое существовало в течение первых двух столетий империи разве что теперь византии они рим был центром гражданского правительства вот в течение последних и последующих нескольких сотен лет все варварские короли которые расклёвывали окоченевшие затвердевший труп империи они вели себя точно так же как адакр они управляли своими варварами как короли а бывшими римскими подданными как представители императора например отец короля франков хладвига хильдерик он был магистер меритум галии а сам ходвиг был консул а напоминаешь это были те самые франки те самые германцы которые завоевали римскую провинцию бывшую галию но формально они и управляли как представители константинопольского императора а вот даже вот есть такое удивительное письмо который написал человек которого звали святой риме и если вы прочтете это письмо то вы увидите что в нем говорится что после смерти своего отца хладвиг нет управлял никакой не будущее франции он перенял управление провинции бельгика секунда цитирую святого риме нет да но шел да на слух что вы приняли администрацию бельгики секунды на всем протяжении этого письма святой риме вообще не упоминает о том что ход их франк варвары король то есть предводитель военные дружины вот все что мы видим в этих исторических фильмах когда породатые нечесаные а зато в нем все время мелькают термины администрацию провинция притариум если не знать ситуации в которой это письмо написано но кажется адресованным императорскому чиновнику и тот факт что хладвиг отобрал территорию вот этой самой бельгики секунду другого императорского чиновника которого звали сиагри а он был дух то есть герцог и он был сын человека которого звали егидий который тоже имел титул магистер милитум никакого значения не имеет или вот епископ восток может поздравить себя с тем что он выбрал такого правителя и вот в этом письме тоже примечательно только то что хладвиг называется законным представителем императора уполномоченным императором на правление галлии но таскать это вот как кадырова путину полномочен на управление чечне и даже еще круче но это что в этом сообщается прекрасного факте подданы бургундского короля гундабада и кстати на монетах наследников лодвига выбиты изображения константинополь ских императоров анастасия юстина 1 и стене она вести на второе а вот жизнеописание святого тривирия говорит про 524 год что это было время цитирую когда галия была под управлением императора юстина вот цитирую еще одного историка германа фишера с точки зрения юридической все эти адакры теодорихи гундабады сегизмундых лодвиги атаульфа и орики были просто векариями императора константинополя как кадыров на месте путина империя жила исчезла лишь ее власть как сформулировал фестель-де-куланш она рассыпалась до юрина она продолжала существовать де-факто и ничто не подчеркивало ее импотенцию так явно как готовность сохранять юридические фикции любой ценой это юлия латынина и латынина tv и я говорю уже почти час и можете собственно нам написать хотите вы чтобы остаток этого текста я продолжала говорить или считаете что лучше разбить этот стрим на 2 потому что у нас примерно половину я поговорил пока я продолжаю продолжаю свой рассказ я думаю что так будет правильно а хотя империя и не была завоевана варварами и более того при стюняне она смогла вернуть все контроль над африкой италии она стремительно скатывалась пучиной беспримерной деградации вот эратосфер в третьем веке до нашей эры вычислил диаметр земли а вот в константинополе на карте косма индикоплова мы видим землю в виде прямоугольника земным рай земной рай на и рисован сверху была запрещена скульптура а была полу запрещена живопись было очень много императоров иконопорцев которые запрещали в результате это живопись деградировал до того что утратила познание перспективе катастрофический обвал происходил в истории литературе потому что потомки геродота и титоливия занялись сочинением церковных историй последним великим историком в этой империи был прокопий кесарийский за ним следует череда историков которые описывали события примерно так цитата прямая тогда-то опять обнаружила сила молитвы боголюбезного царя ибо ангел божий виде пастуха явился руководителем аспара и его сопутников и привел их через болото лежащие перед равенной так как в этом городе жил сам тиран империя по принятии христианства нашла вообще универсальный способ победы императору следовал только помолиться тогда ангелы божие непременно начинали предводительствовать войсками и брать города вот напомню это вот про ангела божьего который провел через болото писали наследники фуки деда и титоливия менялся понемногу язык империи потому что она всегда была двуязычный латынь на западе греческий на востоке тем более что восточные районы были многолетней богаче завоевав грецию не скушенные в домотканые тогда период римляне относились к культуре с величайшим почтением за исключением небольшого числа ретроградов которые охраняли духовные скрепы помните греция взятая в плен победители диких пленила но теперь в греческом окружении греческий брал вверх по расходил это постепенно истинян знаменитый составляя кодекс составлял его разумеется на латыни главнейший свод законов римской империи и первый который до нас вообще составлен составлен для нас на латыни византийским в кавычках императором постепенно даже двор переходил на греческий собственно это было самое удивительное в этой деградации что она не сопровождалась существенными этническими изменениями за замены сахрацкаласть которых я цитировала писали на том же языке что и фахидит греческая культура выдержала римское завоевание но не выдержала в пришествии христианство империи по-прежнему не выработала нечеткого порядка пристала наследия нечеткой процедуры тренировки отбора чиновников и теперь когда государственный аппарат срос со статалитарной секты и не могла его выдумать греческий восток и примыкающие к нему арамейскоязычная сирия всегда были местом сама буйного цветения различных иудеохристианских сект все они рождовали друг с другом и грозили друг другу геяны и окины и фанатичные императоры которые принадлежали только одно и то туркой вместо развития экономики занимались истреблением еретиков просвещенные императоры которые пытались примирить две секты обыкновенно вызывали жизни третью равно ненавистную первым двум был такая августа пульхерия который желала править от имени своего слабоумного брата феодосия второго она не знала как легитимизировать свою власть дело в том что империум не мог осуществляться женщинами это была военная по определению власть она учредила в империи доселе небывалый культ богородицы а константинопольский император константинопольский патриарх вздумал этому противиться августа присла призвала против него главную разбойничью силу который на тот момент имелась у империи именно патриарха кирилла у которого были боевики которых звали параболане формально это называлось так потому что формальные их отряды формировались для ухода за больными немощными и и потренировавшись на погромах евреев и язычников самой александреи кирилл со своими тетушками прибыл на собор в эфес и утвердил там а доктрину богородицы с помощью тех же людей которые убили знаменитую женщину философа гепатию отскоблив устричными раковинами мясо до костей стать именно с этого момента пульт богородицы который был придуман в рамках политической целесообразности для того чтобы легитимизировать правление престарелой девственницы и распространялся стал по всему христианскому миру а кстати саму девственницу уже упомянутые аспары ордовури немного спустя для легитимизации своей власти выдали замуж за своего управляющего поместьями которого они назначили императором юстин преемник истини она был сумасшедший его жена софья убедила его назначить своим преемником любовника софья тиберия едва став императором тибери упратил софью за решетку своим преемником преемником тибери назначил маврикия женев его на своей дочери императора маврикия казнил фака казнив перед этим на его глазах его четверых сыновей заодно казнили всех кого можно было считать верными императору факу казнил ираклий после его смерти вдова ираклия его племянница мартина первым делом отправила на тот свет старшего сына ираклия намереваясь обеспечить престол своему сыну ираклиону не помогло мартини отрезали язык ираклиону нос новый император константа угрохали мыльницей в сиракузах его внуку юстиниану второму выпало бороться с арабским нашествием это сделал оригинальным способом а после того как около 20 тысяч славянских солдат раздавленных налогами империи перешли на сторону арабов юстиниан приказал вырезать в все оставшееся там славянское население юстиниан был свергнут леонтием леонтий тиберием связи с известным смягчением нравов леонтий не казнил юстиниана а только отрезал ему нос считалось что без носа император править не может юстиниан опроверг этот странный предрассудок вернувшись на трон и казнив всех и вся брата тиберия ираклия лучшего полководца империи развесили с его офицерами доль константинопольских стен вровенье высокопоставленных чиновников собрали на пир в честь императора и перебили к чертовой матери херсонеси семерых знатнейших граждан зажарили заживо после смерти юстиниана его преемник шестилетний мальчик тибери бросился искать убежище в церкви он держался одной рукой за алтарь а другой держал частицу креста господня когда его зарезали как овцу в общем империи марка аврелия давно не было в живых а на ее месте в ее шкурке поселился зомби благочестивый кровавый стремительно впадающий в цивилизационный альцгеймер но все это немало не отменяло того обстоятельства что в глаза в захвативших западной провинции варваров этот кровоточащий обрубок по-прежнему был империум романом и варварские короли с удовольствием получали от этого зомби подтверждение своих полномочий тем более эффективным чем более эффективным было подтверждение тем более полным было удовольствие одрехлевшая коррумпированная империя не способная восстановить себя в своих прежних границах охотно довольствовалась фикциями и пиар так повторим длиноволосые короли мировингов с удовольствием принимали титулы консулов и магистр милитум и правили франками как королей местным романизированным населением как проконсула и магистр милитум более того напоминаю, что самые феодальные титулы комис и дюкс, граф и герцог, это были названия римских чиновников. Дюкс на латыни был военный предсводитель провинции, комис был гражданский письмоводитель, и мало кого останавливало в эти смутные времена то, что новые комисы не знали ни грамоты, ни латыни. Все это время одним из немногих реальных владений империи оставалась Италия, точнее ее часть. Ее завоевал король из Готов в Теодориях, причем в данном случае император Зенон не только пожал Готу титул магистер Мелитом, но и вполне сознательно натравил его на предыдущего магистера Мелитом, уже упоминавшегося нами о Деакре. Резун Зенона состоял в том, что если бы Теодорих не разграбил Италию, он бы осадил сам Константинополь. Но, тем не менее, потомки Теодориха не смогли удержать Италию. Два полководца Юстиниана, Верезария и Нарзес, вернули Италию в лоно империи, и хотя вскоре после этого новые варвары лонгобарды захватили значительную часть Италии, отсюда сейчас название Ломбардия, а в прямом управлении Константинополя находился весь юг Италии, включая Калабрию, Лигурию, Сицилию, Сардения, вполне широкая полоса земли от Рима-Даравена, все это называлось Равенский экзархат. Римбет тоже в этот момент подчинялся императору, и, разумеется, это был уже не тот Рим, и у населения после чумы и осады и прекращения хлебных раздач упало с миллиона до 5000 человек. Эти люди одичали, утратили грамотность, культуру, они болтались в высохшей скорлупе великого города, они глазели на невероятные памятники, оставленные их предками, они разбирали их на камни для своих жалких лачуг. Вообще, конечно, ни одна голливудская антиутопия, вот с обязательным зрелищем заржавевшего, пустого Нью-Йорка, не сравнится с брошенным островом Рима той поры, которого деловито обгладывали его собственные обитатели. И, как и все города из левшей империи, Рим управлялся и своим епископом, как и все епископы. Этот римский епископ избирался из местной знати, и это был просто способ правления ничего личного. Точно так же, как и другие представители знати, римский епископ пировал, обжирался, насенничал, содержал наложниц, хорошеньких мальчиков, подкупал народ для выборов, заискивал перед экзархом в Равене, то есть перед представителем Константинополя. В 650 году один из этих экзархов, Олимпий, он вступил в союз с римским епископом Мартином I, объявил себя императором, но император Констант с Олимпием разобрался, а папу Мартина I арестовал и сослал. И вот в 768 году в Риме к власти пришел папа Стефан III, своего предшественника Константина II. он не изложил и ослепил. Брата Константина он тоже ослепил, а заодно вырвал у него язык. То же самое Стефан III проделал с ближайшим сподвижником Константина Теодором. Он ослепил и вырвал языки знатным людям в городе Алатрии, который сбунтовался в поддержку Константина. Еще одного священника Вальдиперта он ослепил с такой жестокостью, что тот умер от своих ран. Ну, в общем, Стефан III, глаза выкалыватель, был типичный представитель тогдашнего римского руководства. У Стефана, однако, было две проблемы. К его времени влияние лангобардов в Италии чрезвычайно усилилось, и в 755 году они захватили Равену. Экзархат кончился. Константинопольский император Константин V был занят болгарами и арабами и ничем помочь не мог. И у Стефана III в качестве защитника была только одна кандидатура, новый король Франков, Карл Великий. Карл Великий был очень выгодной кандидатурой. Во-первых, он, в отличие от лангобардов, находился далеко по ту сторону Альп, что гарантировало, что в случае союза с ним власть Карла на древом будет весьма платонической. И Стефан и дальше сможет выкалывать глаза тому, кому хочет, а не тому, кому хочет Карл. Во-вторых, Карл на тот момент был не совсем законным, королем. Я просто смотрю, смотрю, просят меня продолжать стрим или остановить. Ну, вроде как народ смотрит, так уж давайте всю эту историю мы расскажем до конца. Во-вторых, Карл на этот момент был не совсем законным королем. Его отец Пипин Короткий, представитель рода короленков, был всего лишь майордом. То есть управитель длинноволосых королей мировингов, тех самых, которые обычно правили бывшей Галией, как проконсулы и магистр Милет. А к середине 8 века н.э. мировинги утратили реальную силу, и королинги играли роль франских сёгонов, пребессильных японских императоров. Пину Короткому это надоело. Он послал к римскому папе Захарию спросить, кто должен быть королем, тот, кто формально имеет титул, или тот, кто пользуется реальной властью. Захарий одобрил притязание Пипина, а предшественник Стефана III, Стефан II, имевший тот ветский аргумент стать папой, что он происходил из рода Арсений, даже съездил к франкам и короновал Карла и его брата. И вот 25 апреля 799 года в Риме происходит очередная разборка. На папу Льва III нападают, уже нового папу. По Льва III попытались ему выколоть глаза и отрезать язык. Льву удалось бежать. Он обратился за защитой к королю Карлу, который на тот момент уже возложил на себя железную корону Лангобардов, а также завоевал Саксонию, Баварию, очистил юг Франции, которые совсем уже было захватили арабы. И Карл III, Карл Великий, заступается за Льва, решает дело в его пользу, а Льва там обвиняли во всяких нехороших преступлениях, провожает ее в город Рим, и 25 декабря Карл Великий и Лев III вместе присутствуют на торжественной мессе в соборе Святого Петра. И тут происходит совершенно необыкновенная вещь. Папа Лев III неожиданно возлагает на Карла венец и провозглашает его римским императором и Карлом Августом. Цитирую, в этот самый священный день Рождества Господня, когда король присутствовавший при мессе поднялся с молитвы, папа Лев возложил венец на его голову, и от всего римского народа исторгся возглас Карлу Августу, венчанному богом великому и мирному императору римлян, жизни и победы. После этого возгласов папа вознес ему хвалу, согласно обычаю древних императоров, и, сложив в себя, Сан-Патриция был назван императором и Августом. Лев III мотивировал свое решение тем, что корона Римской империи в этот момент была вакансна. Дело в том, что в это время на троне в Константинополе сидела женщина, императрица Ирина. Эта достойная дама ослепила своего сына и забрала у него власть. А с точки зрения классического римского права женщина не могла быть императором, империум фемининум абсурдум эст. Стало быть, престол империи был свободен, стало быть, она перешла от Ромеев к Франкам. Империя по-прежнему, напоминаю, оставалась одна и то же, римская, она же единственная. Но вот главой ее теперь был не грек, а Франк. А помазывал императора на царство не Константинопольский патриарх, а папа римский. И тут читатели и слушатели, которых я прошу не забываться подписываться, ширить и ставить лайки, могут запозродзвить что-то не то. А в самом деле папы римские в этот момент, как я уже сказала, не представляли из себя чего-то выдающегося. Не с точки зрения духовных качеств, которые они демонстрировали, не с точки зрения военной силы, которой они распоряжились, Рим представлял из себя малонаселенные руины. Но секундочку, а какая прелесть! У нас за это время, оказывается, снимали монетизацию. Вот вы представляете себе, до чего должны дойти тролли, которые написали жалобу на историю Римской империи. Что их интересно, там не устроит. Так вот, папы римские в этот момент не представляли из себя чего-то выдающегося. Рим представлял из себя малонаселенные руины, на улицах которых царила дикая насилие-антисанитария. Никакой военной силой город не обладал, вынужден был лавировать между Равенной и Лангобардами. Он еще недавно полностью подчинялся императору в Константинополе. И военной силы у него никакой не было, ну, разве что той, которая достаточно для того, чтобы выкалывать глаза соперникам. А сам римский епископ мало отличался от других епископов, которые правили полусамостоятельными из-за рухнувшей центральной власти городами, Веной, Туром, Миланом и так далее. То есть, ничего сверхъестественного. Более того, авторитетом, своим епископство Рима, сильно уступало другим древнейшим епископствам, например, антиохийскому или александрийскому. И, собственно, именно тамошние епископы в знак уважения извались папами. Это греческое происхождение слова от папос. Отец к епископу Рима стало прилагаться позже других. То есть, и вот обратим внимание еще недавно диспозицию. Еще сравнительно недавно во временах Лодвига и Сиагрия, франки, бургунды, визготы, их короли, они искали легитимизации своих завоеваний у престолов Константинополя. Не обращались за титулами проконсулов, патрициев, магистра Милитум именно туда. Никогда они не обращались в Рим. Никогда они не обращались к епископу Рима. Тем более, они никогда не просили императорского титула. И Адаакра, и Теодорих, и Хлодвиг, мы уже об этом говорили, с легкостью могли, если хотели бы, провозгласить себя императорами. Это просто не входило в их планы. На каком основании папа римский взял на себя такие полномочия, кто их ему предоставил? Современники Карла прекрасно знали ответ на этот вопрос. Оказывается, эти полномочия папе римскому предоставил никто иной, как император Константин. Оказывается, он вообще отказался от контроля за западной части Римской империи и передал этот контроль кому? Правильно, епископу Рима. Вы скажете, как это произошло? Как-то мы пропустили этот рассказ? Это утверждение содержится в собственноручном письме императора Константина по песе Львестру, которое внезапно было обнародовано в этот момент. Детали этого письма просто не оставляли повода для толкования. В нем император Константин сообщал собственноручно на очень плохой латыни, полной феодальным новоязом VII-VIII века, о том, что он заболел проказой и выстрелил в результате крещения. Письмо содержало поразительные детали забоевания, которые, конечно, мог знать только император. Языческие жрецы согласно этому письму рекомендовали Константину излечиться, искупавшись, конечно, в крови зарезанных младенцев. Император собрал младенцев, хотел их зарезать, но тут они заплакали, в общем, он разжалобился и их не тронул. После этого ему явились ночью во сне апостола Петр и Павел и объяснили, что император получит исцеление, если найдет папу Сильвестра, который скрывается в каменных пропастях Константин даже принял апостолов за богов, но вот Сильвестр разъяснил ему его заблуждение, излечил его и в благодарность за исцеление Константин поставил римского епископа главой над всеми остальными и священниками, и мирянами, над всем миром подарил ему корону, коня, любимый латеранский дворец и всю западную половину империи, а сам удалился в Константинополь. Ну, это, конечно, какой-то абсолютный, дремучий, фантастический фиг по сравнению с которым Russia Today и пророссийский телеграм-канал в дынешней войне, ну, просто образцы правды. Протоколы сионских мудрецов по сравнению с этой фальшивкой статья Путина об украинском вопросе, ну, просто образец исторического здравомысля. Это и так есть этот самый называемый Константинов Дар, на основании которого уголовник, сидевший на троне Петра, передал власть над империей от Ромеев-Франков. И я обращаю ваше внимание на то, что я сказала. Каждый раз, когда историю випонизируют, когда из нее что-то пытаются найти в ней какие-то оправдания. Это фашизм. Ну, конечно, это фашизмом не было, но фейком это было. И как легко понять, еще в этот момент существовала настоящая империя с центром в Константинополе. И вы представляете, как они отнеслись к этим фейкометам? Потому что, ну, это абсолютно действительно что-то невиданное. Ну, представляете себе, там, взял бы Путин и заявил, что выборы президента США прослез нарушениями. И вот на этом основании патриарх Кирилл мир помазал бы путание своего Russia Today, опубликовала бы написанное на чистом русском языке письмо Джорджа Вашингтона Екатерине Великой, в которой говорилось, что российские патриархи теперь имеют полное право распоряжаться титулом американского президента. Ну, понятно, что случилось с императорами в Константинополе. Они просто стали прыгать до потолка и пробивать этот потолок головой. Даже биограф Карла Эйнхард сообщает нам о враждебности, которую это вызвало, и о негодовании римских императоров. Это очень важное слово потребления. Эйнхард пишет, Карл уже император, но Эйнхард называет в этом отрывке императоров в Константинополе римскими. Ну, естественно, такой ключевой момент в 1800 год, потому что после этого между империей с центром в Константинополе и империей самозванной на Западе начинается глухая рознь. Вот как раз Либри Каролини, которая составлена примерно в это же время, она презрительно называет императора в Константинополе уже не римским, как называет его Эйнхард, а император Грекорум, а его империю Империум Грекорум, императором греков. Это очень презрительная кличка, империя греков, и она употребляется также в письме императора Атона Первого, который просит у Константинопольского императора Никифора Второго факиру киеву дочки, но он просить-то просил, но при этом нанес ему смертельное оскорбление и вместо императора Римлян как раз написал император греков. И вот с этого момента две империи начинают ненавидеть друг друга, и эта рознь, обратите внимание, происходит не потому, что перед нами две разные цивилизации, ровно наоборот, обе цивилизации, обе культуры претендуют на одно и то же историческое место, потому что, напоминаю, с чем мы начали, империя может быть только одна, римская, она же единственная. И в Константинополе считают, что империя их, а наследники Карла, затем Атон, считают, что империя их, это священная римская империя, потом священная римская империя германской нации, и для объяснения такой необыкновенной передачи власти создается абсолютно необыкновенная философия. Она называется «Транслятио империи», «Транслацию империи», «Передача империума». Империум, то есть власть, согласно этой разработанной первоначально при дворе Карла идеи, перешел от римлян к грекам, а после от греков к франкам. А так как ни каролингам, ни последующим германским императорам так и не удается объединить Европу, то идея «Трансляцию империи» начинает пользоваться бешеной популярностью, и практически каждое европейское государство размером больше наперстка примеряет эту идею на себя. Идея идет в народ, с нее изготовляют копию за копией, вот как с оригинальной сумочкой Гочи в китайских мастерских лепят подделки. Атон Фрейзингенский сообщает, что империум перешел от римлян к франкам, от них к лангобардам, а от тех к германцам. Ну, как вы понимаете, Фрейзинген, аббатом, который является Атон, расположен в Германии. А Кретьен де Труа, уроженец Франции, утверждает, что империум перешел от римлян к Франции. А вот Ричард Дебюри, уроженец Англии, в 14 веке пишет, что империум перешел от Рима к Парижу, а от Парижа к англичанам. Ну, это мы говорим о западной части теории, но на востоке тоже есть разные государства, и больше и меньше наперстка, которые говорят, нет, империум правители там тоже не могут остаться равнодушны к тому, что сезон охоты за тетлодом императора объявлен открытым, и шлюз развратник и бабник Лев Третий, которому чуть не выкололи глаза, может объявить своего заступника императора, мы чем хуже. Забег плагиаторов открыт. Болгарский царь Семен Первый поразглашает себя цитируя императором и автократором всех болгар и римлян. Он даже заставил Константинопольского патриарха венчать себя на царство. Во время Второй болгарской империи в 14 веке ее столица Тырнова получает гордое прозвище какое? Конечно, вы угадали, Третий Рим. А в 1345 году императором сербов и римлян провозглашает себя сербский король Стефан Душан. И Третьим Римом теперь становится город Скопье. А более того, в 1453 году, когда берут Константинополь, молоденький отпрыск императорской семьи, уцелевший при взятии Крест... Бежит к своей родственнице в 1453 году, извините, в 1204 году, император отпрыск императорской семьи Камьяных, уцелевший при взятии к Кристоносскому в Константинополе в 1204 году, у меня тут глупость какая-то была написана, бежит к своей родственнице знаменитой грузинской царицы Тамар, она помогает ему провозгласить Трапезунскую империю, и Трапезунская империя ютится по берегам Черного моря в южной части Крыма возле Синопа, и разумеется, она тоже является единственной законной наследницей славы Цезарей, а в 1400 и третьим римом таким образом является город Трапезунт. Ну и когда в 453 году султан Мухаммед, захватив Константинополь, тоже объявляет себя кайсер и рум, то есть римским императором, его титул это тот самый стандартный титул, которым и именовали турки своих константинопольских противников, и да, правильно мы встречаемся с нашей доброй теорией передачи империума Ибрагим Паша в 16 веке сообщает, что империю он перешел от римлян к туркам. Но вы уже понимаете, куда я клоню. Мы должны наконец перенести свой взор от болгар, сербов и турок в средневековую Московию, в которой в 1523-1524 годах старец Филофей пишет два письма, рассуждает об астрологии и мужеложестве и излагает, в числе прочего, свою картину истории «Два Рима», говорит Пали, а третий стоит до четвертого не бывать. И третий рим на этот раз у нас уже не Тырнова, не Скопье, а Москва. Вот в большинстве российских источников мы можем прочесть, что в этих письмах оригинальный, неповторимый мыслитель Филофей впервые обстоятельно развивает знаменитую историю о московском царстве как в третьем риме хранителя первой христианской веры. Хранители правой христианской веры. Ну, как мы видим, слово «впервые» тут сильное преувеличение, потому что к этому времени в третьих римах успели побывать и Ахины, Скопье и даже славный город Трапезонт. Но вот эта теория третьего рима равна, как и титул «Цезарь, Кесарь, сокращенная царь». У нас специфические, спорадические он начинает употребляться на Руси с 11 века, а систематически со времен Ивана III в 1547 году при коронации официально он принимается царем Иваном Грозным. Это, конечно, отчаянный плагиат, это наша старая знакомая теория трансляции империи, которая в своем оригинальном виде придумана была для обслуживания нужд Карла Великого. Мы точности не знаем, кто ее создал, или придворное окружение Карла, или Лев III, который пытался придать себе значимость, но мы крайней мере знаем, что это был оригинальный бренд, это была качественная идея. Все остальное корона Римской империи, которая переходит к англичанам, французам, немцам, болгарам, сервам, туркам, обитателям жаркого трапезонда и заснеженной Москвы, это политический секонд-хенд. И сложно сомневаться, что Филофей при всем своем безграничном невежестве, свойственном обитателям тогдашней Московии, все-таки прекрасно знал, откуда он теорию заимствует, потому что буквально каждый народ и народец в это время претендовал на то, чтобы стать третьим ее. Более того, теория трансляции империи была заимствована Россией дважды, первый раз после взятия Константинополя, когда великие князья московские стали называть себя кесарями, то есть царями, и второй раз в 22 октября по старому стилю 1721 года, когда по окончании Северной войны Петр I по прошествии сенаторов принял титул императора всероссийского. Главным идеологом этого второго политического секонд-хенда теории был Феофан Прокопович, уроженец Киева, ректор Киевской академии, архиепископ Новгородский, первенствующий член Синода и идеолог Петра I. О том, что Прокопович изобрел свою теорию сам, речи даже быть не может, потому что он-то как раз был фантастически образованный по тем временам человек. Он начался сначала в Киеве, потом в Лемберге, то есть Львове, в Лейпце, в Гехале, в Йене. В 701 году в Риме 1701 году он поступил в Иезуцкую коллегию святого Афанасия. Папа Климент XI предлагал ему остаться в Вечном Городе, но Прокопович решил, что он достоин Польшего. Он вернулся в Киев, он посвящал свои труды гетману Мазепи. Но после Полтавы он, знаете, передумал и немедленно написал Панигирик Петру, который по приказу победителя сам же и перевел на латынь. Он сделался сторонником самого неограниченного самодержавия Цезаря Папизма. И вот именно Прокопович станет автором концепции триединого русского народа «Малые, великие и белые Руси». И этот российский Тарквимада он удачно сочинял латинские верши и одновременно инструкции по ведению пыточных допросов. Тоже принадлежат его Перу. Это с легкой руки Прокоповича император Петр I не просто подражал Римской империи, когда он учреждал Сенат и Сенот. Он возрождал Римскую империю, потому что в рамках тогдашней политической философии, как бы она ни была смешная надута, власть над империей перешла от римлян-греков, от греков не к франкам, а к русским. И опять же сто процентов никакого шанса, чтобы выпускник юзуитского колледжа в Риме Феофан Прокопович эту идею сочинился. И, конечно, во время нашего оповествования было одно слово, которое я ни разу не произнесла и которое мне не понадобилось. Это слово Византии. Не только я, никто из упомянутых мной королей, пап, государей, идеологов не называл страну столицей, которой был Константинополь, Византии. Даже после того, как в 800 году Аахин и Константинополь поссорились навсегда, и франки заявили, что Римская империя перешла от греков к франкам, но никому не пришло говорить, что это Византия. Хотели бронить, называли Греческой империей, но не Византией. И как появилось название Византии? Вернемся к империи, которую мы оставили на полпути, империя Карла Великого. Она оказалась быстро раздроблена, не потому, что Карл был плохим организатором, а потому, что новый феодальный строй, который возникал в Европе, не способствовал формированию бюрократических империй с абсолютной властью монарха, ограничиваемой только удавкой и абсолютной же коррупцией чиновников. Военной основой войска Карла был тяжело вооруженный рыцарь с конем, мечом и седлом, с тременами и доспехом, который стоил так дорого, что в натуральной экономике, почти не имевший денег, единственным способом содержания такого рыцаря было наделение его землей и сирами, а фактически делегирование им участие власти сеньора, право сбора налогов и право совершения суда, а также право ведения частной войны до тех пор, пока она не затрагивает право самого сеньора. Потомков Карла во главе империи в 962 году сменили потомки Атона, феодальный характер империи к этому времени только укрепился. Вдобавок, духовный и идеологический центр империи, который находился в Риме, не совпадал с его физическим центром в Германии. Папы неизменно враждовали с императорами, и борьба между этими двумя силами равно коррумпированными и равно несовершенными, заметим, и спасла по меткому замечанию Григоровиуса свободу Европы. Вместо того, чтобы снова объединиться, как высаждавшийся после варварских вторжений Китая в эпоху династии Тан, Европа окончательно распалась на государства, земли и города, а там, где центробежные силы действовали особенно жестко, в Италии и Германии дробление было максимальным. Империя франков превратилась сначала в Священную Римскую империю, потом в Священную Римскую империю германской нации. Наполеон, кстати, тоже не случайно провозглашался императором, тоже собирался объединить Европу и воссоздать империю Карла и шире римскую. В 1804 году император Священной Римской империи Франциск II объявился также австрийским императором, а в 1806 году, когда после побед Наполеона большая часть немецких государств перешла под продакторат Французской империи, Священная Римская империя была вовсе распущена. В 1871 году после победы Франции прусский король Вильгельм I был провозглашен в Версале германским императором, и эта Германская империя официально называлась Вторым рейхом. Первым была Священная Римская империя германской нации, распущенная в 1806 году, и, чтобы не оставаться в стороне, спустя пять лет после этого события в 1876 году Бенджамин д'Израэль объявил английскую королеву Викторию императрицей Интии. С этого времени термин империя окончательно потерял свое оригинальное значение. В это время даже придумали словечко империализм как высшую последнюю стадию развития капитализма, потому что буквально все первостепенные держав в этот момент норовили стать империями, термин оторвался от римских корней, ушел в свободное плавание и действительно отныне означал просто большую страну, желательно многонациональную, но как же на свет появился термин Византия. И напишите мне, пожалуйста, не считаете ли вы, что слишком долго я говорю и не стоит ли мне прерваться, но с другой стороны у нас осталось уже достаточно немного. Продолжим, подписывайтесь, Византия был древним именем Константинополя, это имя собственное, часто чаще образованное от него прилагательное, иногда возникало на страницах самых разных текстов, и, например, и, собственно, в середине, и, собственно, даже, например, на медальоне отлитом Констанции де Феррара для султана Махмуда II значилось, в числе прочего, Византии император. Это, разумеется, не означало, что Махмуд II является императором страны Византии, это означало, что столица Махмуда, Стамбул, он же Византия, но вот как в Библии царь иудей называется царем Иерусалима. И вот в середине XV века, вскоре после падения Константинополя, жил такой афинский историк, его звали Ланик Халко-Кандил. Он написал историю последних 150 лет Восточной империи, он был неоплатонист, он был филерин, и он очень не любил одождествления с Римом, которая была официальной идеологией Восточной империи, и вся суть теории филерина Ланик заключалась в том, что империя с центром Константинополя была не римской, а греческой, и подданные ее были не ромеи, а греки. И вот именно поэтому Ланик очень так эстетизировал и эллинизировал старину, он назвал Константинополь Византием, его правителя царем Византии, его подданных византийцами, и византийцы, согласно Ланику, были наследниками Диониса, Геракла и Александра Македонского, а не каких-то там западных невежд. Эта история широко разошлась на Западе. В 1562 году ученый-гуманист Ироним Вольф обликовал очередной перевод Ланика на латынь. Точнее, он обликовал целых четыре томика разных историков, самого Ланика, Иоанна Зонары, Никиты Ханиата и Никифора Грегоры. И потом сборник по византийской истории. Корпус история Бизантина. Если учесть, что предыдущая история и здания Зонара и Ханиата никогда не носили этого имени, видимо, вот это словечко византийский было заимствовало у Филелина Ланика. Интерес к истории поздней Римской империи на Западе в это время был очень высок. В 1648 году в Париже Людовик в Париже Людовика XIV по поручению Кальбера и иезуиты начинают публиковать 24-томный труд, в котором они опять печатают различных византийских историков или точнее историков позднейшей Римской империи. Огромная эта работа продолжается до 1711 года. И вот как и тексты Иеронима Вольфа этот труд называется о историке византийской истории. При этом слово Византия как название государства в тексте ни разу не упоминается, а слово Византийский используется только как прилагательное. Используют ее, конечно, далеко не все. Например, в это время знаменитый гуманист королевский казначей Луи Кузен переводит часть этих историков на французских. Он их издает в конце XVII века в восьми томах под названием Эстуарды Константинополь. И Кузен, один из основателей французской академии, называет этих историков до конца империи. Он называет этих историков историками империи, не греческой империи, даже не римской империи. Он просто по-прежнему использует термин империя с точки зрения Кузена. Еще в конце XVII века существует только одна империя, римская, она же единственная. Он употребляет это слово в его античном значении. В том же в 1711 году, когда выходит последний том 24-томного собрания, о котором я упоминала еще один гуманист, хорват, его зовут Ансельма Бадури, он переводит на латынь еще несколько рукописей и публикует их Лимпериум Ориенталь под названием, то есть Восточная империя. И в 1718 году Бадури публикует трактат по нумизматике Восточной империи и называет его Нумизматика Импературум Романорум от Трояна до последнего Палеолога. То есть монеты Римской империи от Трояна до последнего Палеолога. Обратите внимание, в 18 век государство с центром Константин-Орбия по-прежнему называется Империей, Римской империей, Восточной империей, Империей греков. Реже его история называется прилагательным Бизантийским. Это 18 век, это век просвещения, это век возрождения классической литературы. Вся элита от Вольтера до Екатерины Великой с упоением читает Плутарха и Титолевия, разумеется, не может не задумываться, как так получилось, что эта блистательная античная цивилизация рухнула в тьму. И плоды этих размышлений первым публикует Монтеске в 1734 году в трактате размышления о причинах величия и падения римлян. Монтеске, заметим, интересует вовсе не падение Константинополя. Его интересует вопрос, как наследники Цезаря и Августа измельчали до состояния мышей. И размышления его начинаются с расцвета Рима, кончаются падением Константинополя. Юстиниан, Юстин, Тиберий, Маврикий для Монтеске это римские императоры и начинает он называть империю гречески только со временем императора Фоки, который правил в начале 7 века. Цитирую «История греческой империи», «Так мы будем называть в дальнейшем Римскую империю», пишет Монтеске, «Есть не что иное, как непрерывная цепь возмущений, мятежей и предательств». И труд Монтеске оказывает величайшее влияние на другого историка и между 1776 и 1788 годом Эдуард Гибон публикует знаменитую «History of the Decay and Fall of the Roman Empire» «Историю заката и падения Римской империи». Гибон рассматривает историю империи с 98 по 1590 год нашей эры. Главная тема Гибона, то есть он еще и Трапезонскую империю рассматривает, а все-таки я напуталась с Трапезонской империей, что-то там. Главная тема Гибона это раковое перерождение всех социальных институтов, некого гибкого и свободного государства, называет подданных этого государства греками, двор называет византийским. Иногда Гибон никогда не называет эту империю Византии, потому что это противоречит самому смыслу его труда. Он пишет о падении Римской империи. Век просвещения очень интересовался закатом империи, с удовольствием описывал триумф коррупции и невежества, религиозного догматизма и мракобестия в его последние века, но Византии он не знал. Не было никакой истории Византии, была только византийская правда история. И, собственно, когда употреблялись термин греческая империя, западные авторы по сути делали так же, как это делал Атон I и Либри Королеве. Это было вполне достаточно для их целей. А дальше, когда меняется ситуация, очень интересный момент, в конце 19 века, если более точно быть, она меняется во время Крымской войны в связи с восточным вопросом и явным желанием российских императоров захватить Константинополь, освободить балканских славян и греков от эготорок и устроить из Российской империи настоящую римскую по завещанию Екатерины. Это завещание окружено большим количеством легенд. Очень часто нам рассказывают, что стремление России к контролю над проливами это якобы ничего такого не было, это все русофобия. Я скажу так, вся политика Российской империи не оставляла сомнений в том, что одной из ее главных военных целей было расчленение Османской империи, возвращение Стамбула на звание Константинополь, освобождение от турецкого ига как балканских славянских народов, так и других христианских народов, греков, армян, ассирийцев и христиан-арабов в обможестве населявших Малую Азию с последующим разумеется правлением всеми этими народами или прямо и через сателлитов. Я просто скажу, например, что тотальная этническая чистка, которую Российская империя устроила черкесским племенам, проживавшим на берегу Черного моря, имела смысл только как способ обеспечить проход по суши до Константинополя. Кстати, в случае, если бы этот план был реализован, значительная часть Ближнего Востока сейчас была бы христианская, вероятно, а также как христианскими остались Балкан, а вот если бы он провалился полностью и освобождение Балкан не удалось, то не исключено, что проживающие в них народы возможно подверглись бы в начале 20 века такому же геноциду, как армяне, греки и осирийцы. Но так или иначе Франция, Англия, Австрия, чуть позже Германия, все в этом были страшно недовольны, они делали все, чтобы сохранять жизнь вечного больному Европы, и одним из идеологов этого движения был уже упоминавшийся нами Якоб Филипп Фольмерауэр, автор истории Трапезонской империи, неутомимый путешественник по Турецкому Востоку, путешествовал, кстати, местским русским графом Александром Астерманом Толстым. Кстати, по слухам, за некоторые прегрешения, совершенные в турецких туда Афинах, Фольмерауэр был подвергнут изысканному наказанию Рафанидозиса. Ему вставили в задний проход якобы редиску за совершение некоторых преследуемых тогда грехов. И вот, с точки зрения Фольмерауэра, Россия не просто пыталась восстановить Восточную империю. С точки зрения Фольмерауэра, эта империя Восточная была не греческой, а славянской. Варвары-славяне ещё в пятом веке нашей эры вытеснили исконное греческое население этих земель, отчего, собственно, империя так и деградировала. Дело было вовсе не в коррупции, не в невежестве, не в религии, как полагали Монтеске и Эгибон. С точки зрения одержимого расовым вопросом Фольмерауэра дело было в расе. Эти ужасные славяне один раз уничтожили Великую Римскую империю, сейчас они угрожают Германии, которая одна может объединить Европу и принести миру просвещение и прогресс. Но нечего и говорить, что при таком подходе никакой ни римской, ни греческой империи в Константинополе не было. Там было какое-то опустившееся государство славянских недочеловеков, и его Фольмерауэр назвал Византий. И эта идея нашла себе благодатную почву, как раз во время Крымской войны, которую Англия и Франция, напомню, вели против России в защиту Османской империи. Если до этого идея греческой независимости и даже восстановления греческого государства с центром в Константинополе пользовались Европе большим спросом, то Крымская война с этим покончила, потому что все поняли, что это греческое государство будет под российским протекторатом. Новая парадигма предполагала, что восстанавливать-то придется не греческое государство, а какую-то заплесневелую Византию. Вот есть замечательная статья Энтони Калделиса, которую я вам сильно рекомендую. Она будет у нас в примечаниях. Цитирую, именно после Крымской войны мы видим, как на западе падает число упоминаний греческой империи и растет чистота, с которой Византия и византийцы употребляются как существительные. Этот выбор, в котором мы ныне живем, был также окрашен политикой, как тот, который был сделан в IX веке, когда Восточную империю начали называть империей греков. Оба они были попытками отказаться видеть в империи то, чем она была, и наклеить на нее ярлык, нужный для западной политической идеологии. Переход от империи греков до Византии был постепенным, но в целом был завершен к началу XX столетия. Если учесть, что более ранний термин и его парадигма давлели над представлениями Запада в течение тысяч лет, эта перемена была необычайно быстрой. Вот еще в 1870 году Альфред Рамбо издает труд, она называется «Греческая империя в X веке». А представитель следующего поколения историков Гестав Шлюмбергер в 1790 году издает первый том, который называется «Лепопе Бизантий». И в этом первом томе он употребляет название греки в два раза чаще, чем название византийцы. А в третьем томе оба слова употребляются уже равночасто, а уже в мемуарах Шлюмбергера, которые закончены в 1920-х годах, слова греки встречаются только однажды. Вот что-то фундаментальное изменилось во время карьеры этого человека, хотя ни разу он не объясняет, что именно это изменилось. Причем многие историки продолжают упорствовать. Вот самый любимый Бери не устает повторять, что новый искусственный термин в Византии не подходит для описания того, что и было Римской империей, но, в общем, быстро кристаллизуется консенсус. В Мюнхене появляется академическая кафедра, занимающаяся Византии, а в 1892 году начинает выходить византийский Зайдшифт. И именно под влиянием Крымской войны, пишет Калделис, что не все понимают, создалось новое различие между Византийским Византией и Греческим Грецией, благодаря контексту, который сделал империю греков политически токсичным термином для ведущих сил Европы. И, собственно, на этом я хочу сказать следующее. История политика это две разные вещи. Перетолковывание, выдумывание и даже просто использование истории для обоснования текущих политических решений происходило на протяжении всей истории человечества. Римляне продолжали называть свое крайне деспотическое государство республикой. Владыки в Константинополе продолжали называть свою империю римской, делая вид, что со времени августа в ней ничего не изменилось. Придворные Карла Великого сочинили историю о том, что власть над империей перешла от греков к франкам, а во время Крымской войны Фольмерауэр сочинил никогда не существовавшую Византию. Всегда, как мы видим, это была вещь крайне токсичная, а в 20 веке такого рода практики неизменно являются важнейшей составной частью фашизма и в 21 они ничего не говорят о подлинном прошлом, но они много говорят о политическом настоящем. И Рим был, увы, один. Рим был первый, он же последний, как Осетрина в романе Булгакова. Все остальные Римы были тухлые. И в этом смысле интересно одно, как я сказала, никакой Византии на свете не существовало. Слово Византия с самого начала было политически заряженным термином, который специфически обозначал коррумпированное, деградировавшее, погрязшее в невежестве и в конечном счете нежизнеспособное государство в Константинополе. Тот факт, что современные российские мракобесы подняли этот термин на флаг, много говорит как об их научном невежестве, так и об их политических идеалах. В конце концов, да, когда-то и Карл Великий, даже Наполеон чуть ли не пытался возродить Римскую империю, но трудно себя представить, чтобы сейчас Соединенные Штаты или Франция, или Германия всерьез объявляли себя преемниками Римы. В любом случае трудно сомневаться, что с курсом этих людей Россию действительно постигнет судьба Византии. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Это была долгая, но важная лекция, которую, наверное, мы еще будем разбивать на части для лучшего усвоения и вешать по отдельности. А если вам понадобилось, нас не так много людей смотрели, история менее привлекает, чем та история, которая происходит сейчас, но все-таки 6 тысяч человек нас сейчас смотрят. Спасибо им. Ширьте, пожалуйста, ставьте лайки и распространяйте ссылки на это видео, поскольку оно более фундаментальное, чем то, что обычно происходит на этом канале. А в следующий понедельник, если вам понравятся такие большие длинные стримы, которые потом, как я уже сказала, видимо, будут разбиты на менее большие части. В следующий понедельник сделаем-ка мы стрим про атомное оружие. Думаю, что его будет смотреть больше народу. Всего лучшего. С вами была Юлия Латынина. С вами был Кот Галстук. Нам помогала провести этот эфир Даша Воронцова. Не забывайте коменты писать, потому что чем больше вы будете писать комменты, тем тоже лучше будет раздаваться этот стрим. Привет ботам, которые даже в этом стриме нашли на что обидеться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok